ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Ляпина, Анна Сергеевна. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Интервью Артём Драбкин. Литературная обработка Сергей Анисимов. Опубликовано 20 сентября 2006 года. Когда в воскресенье объявили войну, мне было всего 15 лет. Я даже не имела паспорта. Помню, как пошла паника. Сначала я получала иждивенческие детские карточки, а потом мы с подружкой собрались идти работать. Я закончила шесть классов в Москве. Потыкались, потыкались, нигде не берут. Подружку взяли, а меня нет, потому что нет паспорта. Говорят, карточку получишь и уйдёшь. Где мы тебя будем искать? По метрике не брали. Но у меня отец работал в милиции, и он обратился к начальнику. Мне прибавили годы, написали, что я с 25-го года вместо 26-го. И всё. Я устроилась работать на фабрику Фрунзи в ФЗУ на Ткачиху. В 1941-1942 году я работал на этой фабрике Фрунзи. Сначала мы учились, потом ткали. А потом 16 февраля 1943 года мне исполнилось 18 лет. Прямо напротив нашего дома на Шаболовке была школа, а в ней военкомат. Якиманки, дом 34. Я пошла, написала заявление. Прошу принять меня добровольно. Хочу защищать Родину. У меня уже брат был на фронте и отец. Это был февраль месяц, а в апреле месяце меня вызывают. Пойдёте учиться на шофёра, на Балчук. Автошкола располагалась за рестораном и гостиницей Балчук. Сейчас в том здании музыкальная школа. Мы проучились три месяца. В классе было много народу. Молодые девчонки и парни учились на военных шоферах. Рядом уже строили метро Новокузнецкое. И вот приходит их начальник и говорит нашему директору школу, что у них там случился обвал или провал. Акскавартер работает, но некому ссыпать песок в вагонетке. Если можете, помогите мне часа на два. Некому песок ссыпать. Мы знаем, что у вас тут одна молодёжь. Мы 400 граммов хлеба получали, больше ничего. Директор говорит нам, я не могу вас заставить, но если вы изъявите желание помочь, пожалуйста. И тогда мы все 30 человек, всем классом, пошли в вагонетке песком загружать. Это было часов в 12, и пришли мы в 17 часов, потом позанимались и пошли домой. Вот такое у нас тогда было самосознание. — А вы учились на ЗИС-5? — На ГАЗ-2А? — ГАЗ-2А и ЗИС-5. Мы тут, по Москве, на Трубную нас возили, там же подъём, чтобы трогались в горку, по Красной Пресне. Двигатель, ремонт. Мы изучали всё как следует. Всё, включая устройство машины, я сдала на 5. Когда мы закончили школу, нас погрузили на машины и повезли на Каланчёвку, санпропускник. Потом нас погрузили в пассажирский поезд, человек 500-600 там было. Привезли в горки и посадили на баржи и повезли по Волге, мы не знали куда. Три баржи загрузили, все москвичи и почти одни девчонки. Подходим к пристани, а там написано «Город-Городец». Там был 20-й учебный автополк. В этом полку мы ещё три месяца проучились. Права получили, всё сдали. И вот распределение по военным частям. Шёл 43-й год, ноябрь месяц. Шофера — это технические войска. Всех распределили, и мы, пять человек-девчонок, три Ани, Тоня и Лиза, попали в 10-ю воздушно-десантную бригаду в Раменском. Меня приписали к зенитному батальону буксировать 76-мм пушку. Была уже зима, декабрь 1943 года, когда нам вдруг говорят «Девочки, вы будете прыгать». «Как прыгать?» «Да приказ. Весь личный состав бригады. Дают нам парашюты. Один в 16 килограмм основной и 8 килограмм запасной. Шлёпаем. Там по железной дороге станция фабричная. Как пройдёшь посёлок, там озеро. Оказывается, над этим озером с аэростата нас заставили прыгать. Первый тренировочный прыжок. И с 470 метров. Очень низко. Ещё как низко. Тренировочный прыжок и почти с полкилометра прыгать. А самолёты поднимали, прыгали на километр. Что делать? Прыгнули все. Надо. 4 рубля нам дали за прыжок. Потом и второй прыжок пришлось. В Раменском я сделала два. Потом нас рассортировали, и я попала в город Тейково. Там стояла 6-я воздушно-десантная бригада. Там то же самое. Меня приписали к зенитному дивизиону. Там уже у нас Виллисы были. Американцы только начали поставлять нам эти машины. И ЗИСы. Когда война началась, было только две машины. ГАЗ-2А и ЗИС-5. Больше ничего. Разрабатывалась ещё одна машина на Ярославском заводе. Як-6 называлась. Восемь цилиндров, но она не пошла. Пробы сделали, но началась война, и так всё заглохло. На дровах газогенератор заводился. Ещё такие были. Но мы на них не ездили. Это гражданские. Вот и всё. Тейково приехали, а там нас на Дуглас посадили. Опять приказ. Всему личному составу прыгать с Дугласа. Выпихнули, и ладно. Только высунуло голову. Парашют вперёд меня, и мы пошли. Вот так я была в десантных войсках целый год. Потом нас привезли в Кержач. Там была 14-я бригада. Там тоже с аэростата прыгнули. Один раз с самолёта. Так что всего у меня два прыжка с самолёта и три прыжка с аэростата. Пять прыжков. Больше я не сделала, потому что это был тыл. Не понравилось? Готовили? Мало ли чего. Эти десантные воска считались резервом Сталина. Мол, если даст указание, то форсировать будем. В июле месяца 1944 года освободили Минск и нас прямо из Кержача отправили в Белоруссию. Мы приехали в конце июля. Минск освободили 14-15 июля. Там хоть немцы были, но люди что-то сеяли. Там, где бои в полях не проходили, там всё сохранилось. И бульбы их, то есть картошка. А мы же шофера? Мы возили, помогали им убирать урожай. Август, потом сентябрь. Вы были в автороте, приданной кому? К десантному полку. Там была авторота. А уж когда мы в Белоруссию приехали, нас перевели в сухопутные войска. Из нашей бригады получился 345-й стрелковый полк 105-й гвардейской дивизии. Потом в декабре 1944-го нас отправили на фронт. Сначала говорили, что мы поедем в сторону Польши, а оказывается поехали в сторону Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, на Третий Украинский фронт. Я провоевала 6 месяцев. До 16 июня 1945 года шли бои. Потом нас перевели к Коневу на Второй Украинский фронт. Там очень много власовцев было. И у нас было много и убитых, и раненых уже после окончания войны. Машины сами на фронте ремонтировали? Да, и сейчас помню, контакты горят. Одеты вы были как? В женскую военную форму, в юбки. Комбинезоны нам давали только когда мы производили ремонт. Юбки, гимнастерки, сапоги. Обыкновенное воинское обмундирование. Но у нас были голубые кантики, и птички наносили, потому что мы относились к воздушно-военным войскам. Здесь 5 хорошая машина была. 6 цилиндров. Стартеры не работали, аккумуляторы все посажены были. Все от искры. Крутим-крутим. Завелась. Вы могли прокрутить? Крутили. Как говорится, нужда денежку заставить найти. 6 цилиндров крутили. Тут хорошо, что был хоть бензонасос, а в полуторке не было ничего. Там бензин с самотеком. Отстойник, а в отстойнике карбюратор. В бензобак 10 или 15 литров заправлялись, мотор был впереди. Кабина, тут бак, тут мотор. Вот с такой техникой встретили грозного жестокого врага и победили с такой техникой. ЗИС-5 проходимая машина? Проходимая. 70 лошадиных сил, 6 цилиндров и 3 тонны грузили. Трехтонка называлась. А мы грузили все 4. Заведем и везет, куда денется. Что в основном приходилось возить? Раненых? Раненых мало. Снаряды, ящики, пушки. Чего заставят, то и возили. Под обстрел попадали? Еще как. Больше всего под минометный огонь попадали. Немецкий шестиствольный бил вилкой. Мы едем. Ань, говорят ребята, которые со мной ехали. Упала мина. Все, будем стоять, ждать. Стоим, ждем, пока все эти мины пролетят. Очень много под минометный огонь попадали. Под бомбежки мало. Там уже март, апрель. Немцы, конечно, во многих местах бежали. Только штаны успели надевать. К врачам я никогда не обращалась. Но когда после войны приехала домой, чувствую, что у меня что-то такое. Когда везли снаряды, попали под бомбежку. Четыре машины ехало. Их всех обстреляли. Там был такой бугор. Дорога, балка была. В общем, немцы обстреляли нас и попали в две средние машины. Мою и Сашки Павлова. Две, задние и передние, не попали под обстрел, а мы в середине ехали. У меня сидел боец, сопровождающий, и у нас поворотную цапку в передних колесах выбило, и машина перевернулась. Меня тяжело контузило. Все тело было синее. В марте 1945 года мы были под Веной, в городе Пресбаум, в 30-40 километров от Вены. Там был большой, обнесенный забором госпиталь, на крыше Красный Крест. Уже конец марта, тепло. Пришла девчонка, говорит, я воду нагрела, будешь голову мыть? Я голову помыла, причесываюсь, тогда кудри не наводили. Вдруг бежит связной из штаба полка. Анна, иди сюда, тебя командир роты вызывает. Командиром автороты был старший лейтенант Мартынюк. Я прибегаю. Давай вези. Оказывается, тяжело ранило шофера, который ехал со снарядами. А перед этим наши захватили немецкий госпиталь, где было человек пятьсот немецких раненых. Я вхожу, немецкие раненые там лежат, все время кричат «Гитлер капут!» Лежачих не бьют, мы их не тронули. Этот госпиталь использовали как пункт сбора наших раненых тоже, но их было немного, и часть уже вывезли. Всего ничего осталось. Капитан сказал, они тяжело раненые, им срочно нужны операции. Вот и выпросил машину, чтобы последних наших раненых увезти оттуда. И вот шофер приехал за ранеными, а его срочно вызвали, потому что надо было везти боеприпасы. А я когда возила, когда нет, была как подменная. Так что теперь мне говорят, тебя срочно вызвали на территорию госпиталя, там раненые. Я прибежала, даже свой автомат не взяла. Вот как я воевала. Где голову мыло, там он у меня и остался. Прибежала, а там уже старший лейтенант и капитан медицинской службы Балтер. Хороший мужчина. Он говорит, Анечка, ты мне нужна. Иди скорее. Я села за руль, а раненых таскают в кузов. Машин санитарных не было, это только в кино показывают санитарные машины. Все на полуторки, а потом и полуторок не было. Виллисы, Студобеккеры, Форды. Я ездила на нашем ЗИС-5. Я села, таскают раненых, и вдруг, и сейчас перед глазами стоит, хотя скоро будет 60 лет, вот так пригорочек метров 25-30 и спуск к воротам, и взвод немецких автоматчиков. Мне этот капитан и старший лейтенант, он на спортор полка был, кричит, давай, оставь машину, укрытие, ищи укрытие. А у меня уже человек 15 раненых, один мальчик сидел раненый в обе ноги. Я развернула машину, и в обратную сторону. Там когда-то были ворота, там шлагбаумом доски, и я по этим кочкам как газанула. ЗИС-5 большой, все эти заборы мы пролетели, раз и выехали. Дорога, никого нет, безопасное место. Я проехала метров 50, остановилась, вышла из машины, думаю, у меня сердце бьется. Я даже сама не поняла, как это я все сделала. Батюшки, что ж мне больно-то? А у меня бок прострелен. Я не чувствовала, когда повернулась, полна гемностерка крови. Я видела, бежал фашист и стрелял. Ведь не стрелял по колесам, а стрелял по кабине, чтобы шофера убить. Мне за это дали орден славы. А мальчик, который сидел в кузове, говорит, я бы тебе и героя присвоил. Я ответила, так не бывает. Из всего полка ни одного солдата не было, чтобы его наградили орденом славы. Одна я девчонка была награждена. Вручали мне орден уже в Вене. Мы уже взяли Вену. Наша дивизия называлась Венская. Командир дивизии объявил построение. Старшина пришел, говорит, Аня, обязательно придешь на построение, чтобы ты точно была, сказали. Я пришла. Читали, читали, и вдруг зачитывают мою фамилию. Солдат из авторота, говорит, тебя вызывают. Я вышла, а генерал, командир дивизии, смотрит на меня. Прочитал указ, вручил мне орден. У меня пилотка, а из-под нее косички. Генерал говорит, надо же, я с косичками воевал. Косички со мной воевали. Генерал так и сказал. Немцы отбили тот госпиталь обратно и держали его двое суток, пока всех своих не вывезли, но больше они не продвигались. А нашего капитана медицинской службы спрятали медсестры, иначе немцы могли бы его расстрелять. Наших всех вывезли? Да, я как раз вывезла последних. Там еще два или три человека остались. Их судьбу я не знаю, а этих был нагружен полный кузов. Еще мне запомнилось, как мы повезли раненых в город Баден под Веной. Там был медсанбат. Легкораненые были в Санроте, а это медсанбат. Уже оттуда распределяли в госпиталя, машину нагрузили, мы поехали. Они на носилках были, их разгружают санитары, а я рядом стою. Слышу, меня кто-то окликает. Аня, Аня! Поворачивать несут моего двоюродного брата, Анатолия Ивановича Полукарова. Он был командиром разведки, оказывается, мы с ним были в одной дивизии, только в разных полках. Вот и вся моя война. Когда вернулись с фронта, водили машину. Я устроилась шофером на фабрику ударницу, но почувствовал, что работать шофером не могу. Гражданская техника была вся изношенная, инструментов не было. Посылают ехать, а даже ключа 12 на 14 нет, чтобы отвернуть карбюратор, прочистить. Я говорю, да что же, как же так? Как хочешь, свои ключи носи. Я говорю, еще что. А тогда же нельзя было сказать, еще что. Скажут, ты чего, воевала-воевала, а теперь против советской власти? Инструментов не было. И в общем, я ушла в госзнак и 33 года просто считала деньги. Интервью Артем Драбкин. Литературная обработка Сергея Анисимова. Конец интервью. Читал Олег Лобанов. Литературная обработка Сергея Анисимова.